Сборка Rebirth of the Night Так вот, к первой и второй волне у меня просто не хватит ресурсов, чтобы подготовиться и чтобы всё это успеть сделать Поэтому мы с вами всё-таки попытаемся спрятаться в небе И то это не факт, что это нас обезопасит Потому что возможно, что они всё-таки построят свои грёбаные башни к нам и заберутся Ну-ка, что у меня по идее? По идее у меня всё отвратительно плохо О, ещё красители чёрные Ладно, это на самом деле хорошо Потому что при помощи красителей и компаса, а также там книжки, можно сделать себе атлас Точно такой же атлас, как у нас с вами был в предыдущей сборке Что я на самом деле предлагаю прямо сейчас и сделать Плюс посмотрите, у нас кости есть Мы сейчас с вами сварим бульончик Сделаем себе поесть Слушайте, это так эпично, мне так нравится прям Среди лавы дом, здесь вода Я первый раз в таком живу, я первый раз что-то такое в Майнкрафте делаю Это очень интересно Так, яблоко мы с вами трогать не будем Где у меня кости? Кости у меня вот здесь вот Есть, хотя бы эту проблему мы пока что с вами решили Дальше Я собирал, да, у меня есть сахарный тростник Из него можно естественно сделать бумагу Давайте проверим по рецептам Атлас делается из книги и компаса А, здесь по-другому А там использовалась немножко другая То есть мне нужно взять просто книгу Это мне даже сейчас не понадобится Это можно убрать сюда Компас делается из железа Железо у нас с вами есть Четыре железа и красная пыль Так, соответственно, теперь мы с вами объединяем это добро Получаем атлас Нужно будет сегодня ещё раз гонять в ту деревеньку Посмотреть, что можно купить за изумруды Может быть там что-то хорошее есть Камещику можно глину продавать Шикарно На нас нападает орда пауков В орде пауков есть один маленький плюс Крошечный Они не умеют ломать блоки Самое интересное, что они меня чуют Они чуют и в принципе приходят сюда ко мне Я недостаточно далеко, чтобы от них спрятаться То есть, если бы это была орда зомби То она также бы приходила, но просто ещё с пола бы прокапывалась Мобы уходят, солнце восходит Так вот, они тут всю ночь Ну ладно, не всю ночь, но большую часть ночи приходили-горели Приходили-горели И я тут пока что сидел на крыше Немножечко так посмотрел, что у нас есть То есть, я так подумал, что у меня есть Что я могу прямо сейчас сделать полезного Во-первых, вот это я сейчас сюда пока что выкину Всё, потому что это мне не нужно У нас 37 изумрудов Это, кстати, хорошо, сейчас попытаемся обменять это дело Это выкладываем Есть имя Я пока что не буду сюда приводить собаку Потому что ей негде жить Для неё нужно сделать отдельный дом Либо прилететь на корабле за ней, например Вот она, да Королева пчёл Выпадает просто с ульей-ульей здесь в лесу И для того, чтобы из неё что-то сделать Нам понадобится кожа Три штуки кожи Секунду У нас есть палочки То есть, мы можем сейчас сделать Ой, это не то, это ящик Я что-то ящик принял за верстак Так вот, нам нужно сделать сейчас Три вот такие рамки И выложить это дело вот так вот Если не ошибаюсь, да Таким у нас образом Можно сюда уже посадить Как раз королеву пчёл Я предлагаю это уже потом Ну, пока что здесь пускай стоит А потом перенесём наверх Мы это с вами сюда можем переложить Открываем Её сюда сажаем И она будет потихонечку Производить воск, мёд И может быть личинок Из которых можно сделать новых пчёл И давайте сходим посмотрим Если не ошибаюсь, я совсем недалеко видел Господи, здесь булькает всё Если не ошибаюсь, я где-то совсем недалеко Видел ещё один улей И поэтому не стал рубить дерево Итак, я тут немножко поработал за кадром Ну, просто решил такие банальные вещи Как постройка, например, от такого Загончика навеса Это просто навес Приручение лошади, собаки Это всё быстренько в деревне нашёл Приручил и притащил сюда Построил небольшую платформочку Опять же, ничего интересного И сейчас у нас начинается ночь Вот это уже гораздо интереснее Ночью падают звёзды Я тут уже одну звезду поймал Ну, просто у меня в реальной жизни тоже ночь была И поэтому я не мог нормально записывать, озвучивать И решил, что под запись просто поймаю ещё одну звезду Вот только шанс падения звёзд Ну, сам по себе точно такой же примерно, как и в Террарии И звёздочки точно такие же, как в Террарии Вообще, эта фишка вся полностью взята оттуда Я хочу просто дождаться ещё сегодня в этом выпуске Следующую волну И надеюсь, что там будут какие-то поинтереснее мобы И посмотреть, что будет происходить Кстати, у меня здесь всё шикарно Пчела даёт огромное количество мёда Из вот этих вот личинок, которые она даёт Это не мёд Это пока что ещё соты с мёдом Их нужно ещё выдавить, чтобы получить оттуда мёд Так вот Из этих личинок А также мы сейчас это с вами можем проверить Из неё можно делать даже закуску для драконов Прикольные, вот такую юду можно делать Если мы смешаем вместе с этим То получим новую королёву пчёл И вот этот как раз royal jelly делается Из таких вот грибов, если не ошибаюсь То есть мы находим их в пещерах Всё довольно-таки просто Берём два гриба Выкладываем вот так Получаем luminous residue Теперь нам нужно взять с вами живую пчелу У меня есть ещё одна про запас Вот только я подумал, я отсюда могу пчелу вынуть или нет Да, я могу вынуть пчелу Видите, она почти полностью израсходованная Но ведь нам же, скорее всего, всё равно Сейчас проверим Смешиваем вот с этим добром Нет, значит нам нужна полностью живая пчела С непотраченным здоровьем Давай это возвращаем Вот здесь у меня есть такая вот полностью живая пчела Полностью здоровая Положим её сюда Кладём это добро Да, вот и получаем с вами как раз три бутылочки И пчелу-то мы с вами не теряем Ааа, я испугался, что мы сейчас пчелу потеряем И теперь из неё при помощи вот этих ребяток Я куда-то сюда ещё складывал Мы можем сделать новых пчел И сделать сразу несколько ульев И получать огромное количество, естественно, мёда Правда у меня довольно-таки большие проблемы с кожей И этим нужно будет заняться Я слышу зомбарей Вот здесь вот с первого этажа выползать довольно-таки сложно Где-то они здесь Вон ходят Ну идите сюда Ну вот они меня заметили Что они будут делать? Нет, один сгорел То есть видишь там где блок Он может поставить на блок что-то А под лаву он поставить не может Потому что лава прям в несколько блоков течёт Я специально так разливал Чтобы она там не одним слоем текла как раньше А чтобы несколько блоков лавы было Так что Ааа, вон я вижу это зараза Ну то есть пока он пытался ставить Он сгорел всё равно То есть если будет очень много зомбарей И они будут потихонечку настраивать, настраивать, настраивать Рано или поздно Они, естественно, это дело застроят Плюс мне тут за кадром повезло Я в деревне у кузнеца в сундуке Нашёл вот такую вот перчатку Куда я её положил? На первом этаже что ли? Эта перчатка позволяет Сбираться по стенам наверх То есть, соответственно Её можно включать-выключать Чтобы она работала Её можно размесить в любой слот Как раз в украшениях Только я что-то, знаете, не посмотрел Как у нас там с вами с украшениями происходит Они теряются или нет? То есть мы можем встать вот так вот Смотрите, просто даже не прыгая Подходим И забираемся наверх И это позволит Вот здесь вот Ну, типа, честно говоря От этой перчатки Особо толку нету То есть её можно носить Не там, не в том слоте А просто в быстром слоте Это тоже будет работать Так вот, мы можем Аккуратно Убрать отсюда воду Построить полублоки наверх И по полублокам забираться Но есть у меня такое опасение Что как раз Зомбари тоже могут По полублокам туда строиться Кстати, на ночь нужно Убирать этот самый мост Потому что они подходят к двери Я, правда, не вижу Чтобы они дверь ломали Но у них кирки, скорее всего, нету Пойдём сейчас вниз Сразимся с ними В общем, ладно Это то, что я тут делал за кадром Не так много Ох ты, чёрт Голодный Это обычный Голодный Жёсткий Ещё на меня голод накладывают Да Это было рисково Спасибо за косточку Ладно, давай поспи Нет Я на самом деле Специально не сплю Потому что я жду звёзды Хотя бы ещё одну звёздочку Мне нужно Ну, на самом деле Желательно побольше И вот эти голодные зомбари Они появились как раз После того, как мы с вами Надели полный комплект Бронзовой брони Соответственно, раньше их не было Ну-ка, я могу здесь так забраться, да? Смотрите, прикольно как, а? Как будто бы по лестнице Вон, видишь? Туда упало Далеко Но, в принципе, туда можно добраться Ладно, погнали Нам где-то Ну, буквально ещё одна или две звезды нужно Не больше Нужно было отметку поставить Но я примерно запомнил Куда это нужно идти Да плевать на тебя Лошадка это совершенно не прыгающая Прыгать она не умеет Ну ладно, хотя бы скачет Это слава богу Нужно было броню на неё надеть У меня есть броня с собой, нет? Дома осталось Собаку они тронуть не должны То есть, пока Фига они меня преследуют Слушай, они прям очень быстрые Ты смотри Вот эти с горячими глазами Ходящие мертвецы Точнее эти Ледяные ходоки Как их там Звезда Звезда, звезда, звезда Хорошо Звезда точно такая, как в террарии А эти прям как белые ходоки Из Игры Престолов Давайте сейчас попытаемся Как-то домой доехать И не умереть Очень сильно надеюсь Это получится сделать Ну-ка, секунду Где у меня забор? Да господи, куда он делся? Я что, не подобрал, что ли? Этого не может быть Он должен быть Ах Но если не подобрался То он там валяется Блок земли Стоп Как так? Где же он? Ставим сюда Ладно, защитился Почему-то здесь вырублено Я же не срубал Они вроде отстали Ну ладно Мы с вами самое главное Что подобрали еще одну звезду Это прям самое главное Вроде все хорошо И живые вернулись домой Так, я переставил вот сюда Нашу наковальню Которую мы сделали Ну Я даже не знаю Почему эта наковальня называется По большому счету Место, где это можно дело раздолбить И раздолбить ее можно При помощи как раз Ну, при помощи любого молота Но желательно при помощи Хотя бы Железного Потому что Все остальные Очень быстро ломаются Все более худшего качества Так скажем Потому что по ней Нужно довольно-таки много ударов Давай Ломайся Камон Таким образом Мы с вами получаем 5 магической пыли И теперь из этой магической пыли Тут огромное количество Всего можно сделать Самое главное Мы можем как раз Продвинуться К нашему столу зачарований Но на самом деле Это даже не самое главное Здесь всякие руны есть Прикольные И к этому Перейдем немножко попозднее Потому что я не знаю Эту модификацию Связанную именно с рунами Посмотрим Вот Нам с вами нужно было 8 штук И 1 кусочек глины И вот эта магическая сфера Нам нужна была Естественно на стол зачарований Но помимо нее Еще нужна руна луны Да Вот почему нам нужна Еще одна падающая звезда Потому что упавшая Точнее звезда Нам нужна Одна единица пыли Нам нужна звезда И нам нужен Вот этот порошок Который делается из грибов Так что легче всего Вот эти звезды Замечать упавшие сверху С нашей базы Ну Тут ее еще Желательно немножечко увеличить В размерах И фишка в том Что Ну возможно Что прям на нашу базу Что-то упадет Не бегая А так я пока что Больше не вижу Есть прям ночи Когда они хорошо падают В большом количестве Но Сегодня не такая ночь Успею Не успею Успею Не успею Ладно погнали Все отлично У нас с вами все есть Сегодня делаем стол зачарований Привет паукан Вот прям знаешь Как-то вот совсем не страшно Ты даже мне тут Можно сказать Опыт принес Который мне нужен Тоже для зачарований Голодный зомбарь Главное чтобы со спины Никто не пришел Самое страшное И опасное Тоже голодный Или обычный Обычный С киркой Кирку отдашь Вот то что они с киркой Это действительно неприятно Житель Еще одна На дерево что ли упала А это не страшно У нас с вами как раз Перчатка которая позволяет Ползать Забираться наверх Сейчас не понял Что там Глаза кажется Да она на дереве Тетрем батон Давай Лезем наверх Паук И зомби на пауке Зараза Я же умру Бежим Уйди Я справился с ними Кое-как Да и дома Добраться Как-нибудь нужно Знаешь что Сделаем Я его не могу Есть Да она на быстром Слоте Ах Эта звезда Чуть была Меня не убила Черт Нет Да нет Я не могу Бежать Еще одна Падает Где-то Здесь Далеко Нет Слишком далеко И опасно Да что же Ты будешь Делать У меня нет Ни зелени Ничего Просто Продержаться До утра Я стою Все Там правда Паук Он может Ползать По деревьям Но я надеюсь Сейчас начнется Утр И он исчезнет Да уж Забавно Эта перчаточка Мне спасла жизнь Ладно Все хорошо У нас с вами Хватит жизни Чтобы добраться Дожить до утра Так скажем Сыр этот Несъедобный И можно только Разве съедобный Нет он Несъедобный Ребят Нет Его есть нельзя Его можно использовать Исключительно Для создания Удобрения Либо для того Чтобы подкармливать Крыс И таким образом Естественно Эти крыс Приручать Дред Скатлер Что валяется У него 40 здоровья Жесть Я могу съесть Но она восполняет Еду то на самом деле Немножко Но отравляет Но восполняет еду Хорош Шурчать Вот так вот Положим с вами Это вот сюда Пасмурная погода Блин Бежим Ну в смысле Идем Не хочу умирать А зараза Прикинь Они ломают Ломают постройки Спокойно Есть Песик Привет Там буквально Один выстрел По мне Я умру Ну я добрался Я добрался сюда Я в это не верю Еда Срочно Еда Потом отпразднуем Вы знаете Как раз Отличие Этой сборки От сборки Эрлкрафт Эрлкрафт создан для того Чтобы испытать Ну как бы просто Прочность игрока Она не была создана для того Чтобы наполнить мир Майнкрафта Чем-то интересным А вот именно Rebirth of the Night Она создана для того Чтобы сделать мир Сложнее Но при этом Интереснее Захватывающее И чтобы игроку Снова стало интересно Играть в Майнкрафт Именно играть Именно выживать Строить Исследовать И с этой задачей Она справляется Просто чудеснейшим образом Потому что Вот эта вылазка За звездами Вы знаете Я столько адреналина Давно не получал Во-первых Тебе эти звезды нужны Во-вторых Огромное количество Интереснейших соперников Они вот эти вот Ликониты Ликониты это хорошая Модификация Но она очень стрёмная И очень сложная Прям безумно сложная Они выпрыгивают на тебя Просто из-за угла Из-за каждого Здесь же есть логика Появления существа Ликониты Они очень случайные Они могут появиться А могут не появиться Но самое главное Что у нас с вами все есть То есть нам нужен Один камень Одна пылинка Мы получаем с вами руну Теперь Давайте сразу сделаем Вот так вот Получаем Всего две штучки Хорошо это не важно Руну кладём сюда Это Такая пыль И звезда Получаем руну луны Теперь И лунную Да понятно И лунную сферу Можно получить Просто выложив Это вот сюда Без разницы как А ты смотри Она не дратится То есть потратился Небольшой заряд Но не более того И по большому счёту Получается что у нас Всё есть для того Чтобы сделать себе Стол зачарования Блин ну наконец-то Мы же можем сделать Как-нибудь вот так Вот смотри Раз два три Раз два три Раз два три Оно отсюда попадает Или нет Да попадает Всё хорошо Таким образом У нас получается 6 до 6 12 И вот здесь ещё 6 того 18 И у нас будет Максимальная эффективность Этого стола И что я хочу Например с этим столом Сделать Вот у меня есть ботиночки Давайте попытаемся Их сначала зачаровать У меня есть один лазурит А одного лазурита Мало если не ошибаюсь Или хватит Если я буду добавлять Сюда плюс зачарования Да Мне нужно больше уровней Мы с вами можем Вот здесь Вот таким образом Как в Тетрисе Выбирать зачарования И ставить их сюда То есть это очень интересная Система зачарования Вот например Я сейчас не хочу зачаровывать Убрал сейчас отсюда это Забираю отсюда ботинки И как видите Здесь написано Что идет зачарование То есть вот тот уровень Который я туда потратил Он остался внутри ботинок Я только что слышал На самом деле Как упала звезда Но не понял куда Мы можем добавить сюда уровней За счет лазурита Естественно наших уровней То есть вот таким образом Потихонечку добавляя Как видите У нас прибавляется заклинание То есть например Можно выбрать что мы хотим Падение пера Еще одно падение пера Давайте добавим По максимуму Сколько можем То есть это мы с вами Сюда потратили Больше отсюда Это выковырить нельзя Если не ошибаюсь Но зато теперь Можно зачаровывать Как хотим Смотрите Падение пера Это защита от огня Я даже не знаю Существа от огня Мне нужны или нет Разберемся Еще одна падение пера Не ломающаяся Падение пера Это очень классное заклинание Которое мне сейчас Очень нужно Чтобы отсюда Можно было спрыгивать И не разбиваться Давайте продолжим Хорошо Ботинки находятся здесь В общем Именно сюда его и поставим Давайте Фишка в том Что здесь просто нужно Немножечко играть в тетрис Смотрите Падение пера Раз Дальше мы с вами Забираем Перетаскиваем Вот это падение пера Да подожди Ты же должно вот туда Ты же Я могу одно на другое поставить Могу Могу Вот видите Получилось падение пера Два Дальше у нас Вот еще одно падение пера И ставим его вот сюда Давайте предположим Мы поставим сюда еще Защиту от огня То есть вот таким вот образом Раз Правой клавишей мыши Можно вращать То есть потихонечку Тут в тетрис играть То есть защиту от огня Два Подожди Нам сейчас нужно попасть так Чтобы Во вот сюда Защита от огня еще одна И сделать это добро Неломающимся То есть вот эта штука Пошла вот сюда Предположим Пускай будет действительно такая Видите Мне немножко не хватает Вот этих вот Неломающихся Потому что на третью Ну как бы Третью стадию Нужно две штуки таких То есть у меня сейчас Одна из двух И теперь нам просто Забрать нужно отсюда Все У нас зачаровалась Хотя вроде больше Я их зачаровать не могу Да больше не могу зачаровать Все ясно То есть таким образом У нас с вами здесь Защита от огня Неломающийся Падение пера Рискнуть не рискнуть Ну вообще Вообще по нулям То есть никакого урона Ладно Прыгаем отсюда На землю Половина здоровья Снимается То есть Вот то что я здесь Посадил деревья А это специально высадил Повторяется история Да Я специально высадил Эти деревья повторно Потому что я здесь уже срубал Так вот Эти деревья мне нужны Для того чтобы Спрыгивать на листву И спокойно отправляться Собирать то что мне нужно Ладно С этим мы с вами разобрались Давайте сгоняем еще раз Деревню Во первых Я хочу посмотреть Что там еще можно купить Во вторых Я хочу дособрать Тех книжных шкафы Которые ты не засобрал И может быть Приручить другую лошадку Потому что это какая-то Супер медленная Там еще одна лошадь была Может быть Ты будешь побыстрее Но это потому что Вообще никакая Очень сильно надеюсь Что ты будешь быстрым Давай приручайся Все Приручился Да Приручился Отлично Давайте Протестируем Во первых Там медленная А во вторых Прыгать не умеет Вот Ты хотя бы прыгать умеешь Скорость точно такая же Там еще Жеребенок был Тут был белый Жеребенок Я надеюсь Что с ним все хорошо И он превратился В красивую белую лошадь Нет Жеребенка я не вижу Может быть Убежал Может быть еще что-то Тебя пока что привяжем здесь Ты хотя бы прыгать умеешь Это терракота Ладно Здесь что-нибудь есть Нам нужно принести Уит Это Пшеница Нам за это дадут Железный меч И уголь Подожди Это же отличное задание У вас здесь пшеница У самих то есть Я сейчас покажу Как они выполняются Но здесь на самом деле Все очень просто Мы с вами собираем Все необходимые ресурсы Или убиваем того Кого нужно убить Это все засчитывается Там легко И потом подходим Просто правой клавишей мыши Этим как раз С листочком тыркаем И все Слушай мы сейчас здесь С тобой пшеницы Подформили И помимо этого Мы сейчас с тобой Еще и задание Это выполним Ну-ка Раз Он еще и зачарован Что ли Он написано Что острее Чем обычно Да Шарпнесс плюс один Ну шарпнесс один точнее Соответственно у нас Появляется меч У нас появляется Немножко угля Новых заданий пока что Нету Приходите позднее Здесь сидит торговец Который продает За изумруда Отличные инструменты То есть опять же У него меч С отбрасыванием Алмазный меч С отбрасыванием 2 У него здесь много всего Алмазные броньки Классные То есть Здесь на самом деле Безумно круто А вот у этого продавца Как раз можно покупать Все тотемы То есть Головы на тотемы И основы на тотемы Но основы можно сделать То есть не стоит покупать Зато здесь можно закупиться Правда довольно таки дорого За огромное количество изумрудов Головами там На поиск руды Головами на телепортацию И естественно Таким образом Спокойно телепортироваться Всегда домой Но Единственное что нужно Много изумрудов Прям бешеное количество Чем я собственно говоря Сейчас собираюсь заняться То есть я собираюсь Подформить себе изумруды Чтобы можно было Прикупить Ну даже не крафтить А просто прикупить себе снарягу Я надеюсь что вам Этот выпуск понравился Давайте на этом Пока что его завершим В следующем выпуске Мы поднимем еще одну Большую тему Беттер из мод То есть это так Называется модификация Там у нас с вами Будет ветряная мельница И мы будем двигаться В сторону стали Потому что сталь нужна В продвинутых рецептах Плюс мне нужно Поформить руду Потому что руды Почти не осталось На этом пока что все Если понравилось Пожалуйста поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать Новые выпуски Удачи друзья пока Увидимся в следующем